Ну, естественно, за всеми этими разговорами наблюдали и люди, которые в ужасе от того, что им не удается сожрать Белоруссию близкригом. Я говорю сейчас не о белорусской оппозиции, а о тех кукловодах, которые реально за всем этим стоят. И они написали для Тихановской ряд замечаний, которые полностью показали ее непрофессионализм. Вот просто. Но для начала Тихановская из себя выдавила следующее. Я хочу напомнить Владимиру Путину, что бы вы не приняли и о чем бы вы не договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью, потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Ну, ясно, что столько слов подряд сама она не написала, так что обратите внимание еще раз на эту фотографию, мне кажется, это очень важно. Вы посмотрите, да, то есть с одной стороны у нас есть Лукашенко, такой брутал с автоматом, который рассуждает обо всем военном, говорит о себе, мы люди военные. Хотя, напомню, он как военный, да, он служил в срочную службу пограничникам. Потом он, ну, не военный, он верховный главнокомандующий, но это не одно и то же. Заметьте, на каком фоне сидит Тихановская. Кран с водой, цветочки, такая, знаете, пастораль. То есть можно было бы сказать, что это фотография из лайфстайл-журнала. То есть это показывает как бы ее человеческий характер, ее лицо, образ домохозяйки. Где-то вот запах, конечно, котлеток не тянет, но тебе дают понять, что вот этот человек, ну, современный, модный, тонкий. То есть когда ты смотришь, у тебя ощущение, что это, ну, это хорошо, профессионально, студийно снято. Притом сразу хочется увидеть, значит, одежда предоставлена магазином таким-то, таким-то, телефон предоставлен магазином таким-то, таким-то. Но она же пишет Владимиру Путину. И она пишет Владимиру Путину, вежливо говоря, не очень понимая, что у нее нет никакого права писать Владимиру Путину. Нет, ну, просто как обычный человек пишет президенту другой державы, пожалуйста. Но когда она начинает использовать юридические термины, то хотелось бы напомнить госпоже Тихановской, что даже, вот хоть застрелись, но до, там, 4 или 5 ноября Лукашенко по-прежнему является президентом. Даже если вы не признаете эти выборы, он должен сложить полномочия только в ноябре. А сейчас у нас сентябрь. Исходя из этого, все, что он подпишет сейчас, будет бесспорно легитимно. И бесспорно является легитимным. Что же настолько взбесило госпожу Тиханенко, что после этой договоренности она Тихановская, да, господи, эти фамилии. Почему ее все-таки сорвало на украинский вариант? Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный, полтора миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне. А это что обозначает? Это обозначает, что план подрыва белорусской экономики моментально летит в тартарары. А ведь, когда они говорят, ну вот нам Литва собирается выделить деньги, Польша несколько миллионов злот на выплаты, это все, конечно, здорово. Но когда появляется полтора миллиарда, то это моментально всю конструкцию рушит. А учитывая, что еще проблемы возникли с забастовочным движением, как стало ясно, после того, как бывший пресс-секретарь Сачкома Беларуськали вышел на связь с одним из... Одно из трех предприятий... ...либеральных изданий, наговорил... ...наряду с Мозырьским НПЗ и с Нафтаном, которые дают львиную долю денег в бюджет. И люди все-таки повязаны по рукам и ногам вот этими хорошими зарплатами, да, относительно, наверное, наилучшим соцпакетом, да, и коллективным наговором, который у нас есть на предприятии. А как сейчас будет происходить вот эта стачка, объявленная стачка по политическим мотивам? Или это просто декларирование? Ну, это декларирование, то есть та часть людей, которая там сейчас, по-моему, составляет в количестве 23-х человек, которые, да, в стачке, ну, то есть поддерживают, да, стачку активно не ходят на работу. Ну, я так понимаю, что будем стремиться к тому, чтобы люди еще примыкали такие там, ну, конечно, их совсем немного, но они объявили о готовности. Ну, и будем работать, наверное, над тем, чтобы хоть каким-то образом, может, проводить формат итальянки, да, ну, для тех людей, которые все-таки опасаются. Так что с этим тоже есть проблемы. И тут гражданка Тихановская понимает, что все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают, печатают следующее. И опять, заметьте, на какой красивой картинке. Вот интересно, а что же там на заднем плане? Вот можете увеличить? Вот вы понимаете, что там на заднем плане? Вот я не могу понять, что это. Ну, какая-то культурная инсталляция. То есть тут она уже ушла, хотя костюмчик вроде тот же, но тоже постановочно. Ну, так, все понятно. И у меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко. Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий – это обращение к гражданам России. Дорогие россияне, вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Огонию Лукашенко может продлить, но победы народу предотвратить не сможет. Но мы же понимаем, что это чисто понятно. Вот сидели рядом кураторы, ей это писали. Это абсолютно украинский вариант. Когда было сказано, да не, не, кредит у России брал, значит, злыдня Янукович, он сбежал. Поэтому никто ничего не должен. Опять-таки, гражданка Тихановская не понимает, что на самом деле полномочия Лукашенко в любом раскладе – это ноябрь. Так что мне даже жалко. Я не понимаю, зачем они мучают трогательную гражданку, задача которой простая и ясная – это вытащить мужа из тюрьмы. Но при этом, вот я сейчас поговорю с Александром Коцом, совершенно замечательно. Но вот абсолютный координатор этого всего, очевидно, представляющий спецслужбы, на мой взгляд, Польши, или, наверное, и повыше, значит, Нехта, переходит уже к откровенным угрозам. И вот здесь очень важный момент. Вот, посмотрите. Они опубликовали список людей, отвечающих за российские информационные, как они считают, атаки на Беларусь. Дали список фамилий, где, что, чего, с адресами. То есть, зачем они это делают? Они призывают к расправе над этими людьми. При этом призывают абсолютно откровенно, этого не стесняясь. Вот, опубликовали данные Константина Придебайла, и ему постоянно идут угрозы, в том числе на его телефон. Костя у себя выложил несколько этих бесед. Меня вот что удивляет. Если эти люди говорят, что они моральнее, чище, чем власть, лучше, чем власть, почему они себя ведут, как люди недостойные? Почему даже некто регулярно призывает то к расправам, к насилию, по отношению, притом не только к сотрудникам правоохранительных органов, но и к членам их семей. То есть, они же реально хотят кровь. При этом сами они торчат в Польше. Эти милые молодые люди. И польские власти относятся к этому нормально. Интересно, а если бы с территории Польши точно так же бы работали, ну, скажем, на Францию в поддержку желтых жилетов, реакция была бы такой же или нет? Ну, у нас на связи блистательный Александр Коц. Саш, добрый вечер. Добрый вечер. Ты все видел своими глазами. Телеграм-канал Коц Ньюс. Обязательно подпишитесь. И здесь надо отметить, вот ни я, ни Саша, мы даже близко не являемся пропагандистами. Мы говорим то, что мы видим, мы говорим правду. Когда мы видим неоправданное насилие милиции, мы говорим об этом. Когда мы видим абсолютно откровенные, провокационные, майданного типа действия, мы говорим об этом. Нравится вам или нет, это уже другой вопрос. Ну, вот такова правда, какова она есть. Саша, ну, ты, конечно, вошел в историю журналистики уже давно, но сейчас в очередной раз еще с золотыми буквами написал историю по разоблачению украинско-американской операции 33-х богатырей. Но об этом ты расскажешь, если можно, чуть-чуть попозже. А вот сейчас скажи мне, как у тебя ощущения от встречи Путина и Лукашенко? Слышат ли они друг друга? Кстати, интересная очень информация пришла только что, что наши сняли... Сейчас я точно зачитаю, это ссылка идет на... Резерв по местам постоянной дислокации вроде они решили отправить. Важным результатом переговоров двух президентов Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был средоточен вблизи российско-белорусской границы и выводит людей в места постоянной дислокации. Это значит, что Путин уверен, что Лукашенко способен справиться с собственными силами. Ну, и это, наверное, тоже. И, наверное, все-таки есть какие-то социологические выкладки, по которым понятно, что население Беларуси достаточно тревожно относится к этой идее, идея возможности использования российских силовых органов на территории Беларуси. Это, конечно, не добавляет спокойствия ни внутри самой страны, ни отношения части белорусского общества к России. Потому что, ну, что там греха таить, те, кто выходят на протесты, на протесты, они резко негативно относятся к этой идее. По поводу сегодняшней встречи Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем, ну, сложно судить, потому что, к сожалению, нам недоступно содержание их почти пятичасовой беседы. Понятно, что это наверняка была непростая беседа, но совершенно очевидно, что Александру Лукашенко вступать-то некуда. То есть у него только один путь. И мне бы хотелось, чтобы из вот этой ситуации, в которую Лукашенко загнал, извините, сам себя, российские власти выжили по максимуму. Потому что сколько можно уже водить нас годами за нас, сколько можно обещать интеграцию и не выполнять это обещание, сколько можно, когда это выгодно, смотреть в сторону Запада, забывая о том, что есть старший брат. А когда выгодно, то мы тут же вспоминаем, что у нас есть старший брат. И как уже мем гуляет по телеграмму, где Лукашенко говорит, что это мой старший брат, и Путин мой старший брат, и Россия старший брат. И тут же вклинивается эпизод из фильма «Брат», где герой Сергея Бодрова говорит, «Брат, денег дашь мне?» И то, что мы видим сейчас из обнародованного, это то, что приехал Лукашенко и увёз с собой полтора миллиарда. Ну, это, конечно, очень упрощённое восприятие сегодня встречи. Наверняка всё-таки и мы что-то должны от неё получить. Не знаю, насколько это возможно, не подписывая документы с человеком, который уже на протяжении десятилетия водит нас за нос, но мы же не знаем всей подковёрной этой интриги, мы не знаем, что проходило за закрытыми дверями. Я думаю, что сейчас основные усилия российской стороны нацелены на то, чтобы склонить, хотя, как он говорит, меня не нагнуть, склонить всё-таки Лукашенко к какому-то компромиссу, компромиссу со своим белорусским обществом. Не с оппозицией, не с радикалами, а с достаточно обширной частью своих граждан, которые хотят перемен, требуют перемен, но не видят каких-то конкретных шагов на пути к ним. Потому что вот то, что мне, допустим, пишут в телеграмме люди из протестной среды, они говорят, ну, вот это конституционная реформа, а кто её будет готовить? Вот те же самые люди из идеологических отделов, которые там стращают на предприятиях людей, это будут делать подконтрольный властям Белорусский союз молодёжи, это будут прикормленные или запуганные чиновники, кто будет, собственно, составлять этот документ. Вот то ли дело у нас в России, да? Огромная была группа людей совершенно разных занятий, совершенно разных ростов, совершенно разных политических воззрений. Сели и вместе создали исторический документ. Кто будет делать этот документ в Белоруссии? Люди, которые выступают против действующей власти, не очень понимают, поэтому у них уже заранее... Да, у них заранее есть не то, что не дают... Они заранее знают, что это будет нечестно, несправедливо, не так, как они хотят, хотя как они хотят, они сами не знают. Они просто хотят честные выборы. Сейчас, согласись, такой бешеный дефицит идей. При этом, как у власти, идей нет. И Лукашенко всё время говорит о прошлом, и всё время звучит, а вот конституционная реформа, но какая и о чём она, пока не звучит. А оппозиции вообще ничего не можно сказать, только уходи, уходи, уходи. А дальше что? А мы не знаем, а мы не знаем, а мы не знаем. Хотя за них уже знают. Тот эпизод я у тебя взял в телеге, прости, взял это у Александра Коц, Коц Ньюс, телеграм-канал. Выходите, подписывайтесь. Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. Я часто Путину говорю. Здравствуй, брат. Денег дай мне, ладно? Я же... Ну, в этот раз всё так и случилось. То есть полтора миллиарда. Да, нет, к сожалению. Ну, во-первых, протест на самом деле не сформировавшийся. Если у Украины всё-таки был опыт Майданов, это люди пришли уже, подошли к очередной своей революции, подготовленные, с багажом, с политическими партиями, с политическими лидерами, какими-никакими, со своими совестью, как Тимошенко, и, господи, вылетела фамилия из головы, который потом стал генпрокурором. Вот. У них всё это было в наличии. У белорусской оппозиции, в силу того, что реальной политики не было на протяжении более 20 лет, ничего этого не было. Да, говорить не с кем, просто потому, что Лукашенко вытоптал всю эту политическую поляну. Он не дал вырасти никаким политическим движениям, не то что пророссийским, а пророссийским даже. А пророссийские движения, я разговаривал с представителями этих движений, они рассказывали мне примерно то же самое, что я слышал от представителей русских движений на Украине, которые мне рассказывали, что всех загнал под плинтус Янукович. То же самое в Белоруссии пророссийские, и просоюзные движения под плинтус загнал Лукашенко. Причём надо понимать, что просоюзные, пророссийские движения в Белоруссии, это в первую очередь просоюзные, то есть за союзное государство. Такое, чтобы кто-то в Белоруссии выступал за слияние с Россией, ну вот как мы, за крымский вариант, таких политиков в принципе в Белоруссии нет. А люди, которые выступают за союзное государство, за равноправные отношения и тесную интеграцию, такие силы есть, но, к сожалению, им не дают развиваться, им не дают заявлять о себе на политической арене. И так получается, что на протяжении последних пяти лет почему-то очень вольно себя чувствовала оппозиция, в том числе националистическая, создавались всякие организации типа «Молодой фронт», очень вольготно себя чувствовали правые фанаты футбольные и различные националистические группы, но не такого характера, как в Белоруссии, как на Украине, здесь все-таки поаккуратнее, но тем не менее они чувствовали себя намного комфортнее, нежели пророссийские движения, хотя казалось бы. И в итоге мы подходим к выборам, на которые даже условно пророссийские кандидаты просто не допускаются. Я сейчас не имею даже в виду Бабарико. Бабарико, мне кажется, не такой уж и пророссийский кандидат, хотя, конечно, долгое время работал на дочку российской компании, но были люди, я разговаривал с некоторыми, которых не допускали до выборов по самым надуманным причинам. Ну, у кого-то там, по объективным причинам родился в России, хотя всю жизнь прожил в Белоруссии, но есть вот у них такой цен, надо родиться в Белоруссии. А есть просто вот надуманные причины, как, ну, что значит, спасибо, что не посадили, просто сняли с выборов. Вот, и как в этих условиях... Я, знаешь, я реально не понимаю, зачем их посадили? Да они бы друг друга уже перегрызли, они все друг друга ненавидели. Вот эти все люди друг друга ненавидели. Они никогда ни о чем договориться не могут. Они бы распылили свой протестный электорат, Лукашенко бы набрал, ну, не знаю, там, ну, 65 процентов. Но он же все пытался, чтобы у него был показатель лучше, чем у брата. Мне кажется, что просто в окружении Лукашенко не хватает умных, хороших, толковых политтехнологов, которые бы ему подсказали. Он окружил себя людьми, которые ему... Вот знаешь, вот Рейган, который был не самый, казалось бы, умный человек на Земле, и Нэнси Рейган, одна из умнейших женщин, которые когда-либо жили на Земле, они как раз хорошо понимали и брали себе блестящих советников. Поэтому Рейган отшел в историю США как один из самых сильных президентов. Лукашенко ничто не мешает и не мешало окружить себя умными людьми. Но мало себя окружить умными людьми, их надо еще слушать. Их надо слушать, им доверять и делать то, что они рекомендуют. Он окружил себя людьми, которые ему поддакивают, которые смотрят ему в рот, которые, вот как Женя Поддубный хорошо сформулировал, начальники не любят плохих новостей, а подчиненные не любят расстраивать начальников. Вот он себя окружил с такими подчиненными, которые рисуют перед ним какую-то параллельную реальность, в которой он все контролирует, в которой опасность настолько велика, что надо выбежать с автоматом попозировать, в которой только по субботам и воскресеньям люди выходят, хотя люди выходят ежедневно. И которых выходит немного, тысяч семь, восемь, девять, десять, но максимум тридцать двое. Хотя на самом деле там выходят по сотню. Конечно. Зачем себя обманывать? Я, честно говоря, не обладаю способностью подсчитывать огромную толпу по фотографиям, но это видно, что это не семь, восемь тысяч, и что для Беларуси это все-таки огромная цифра. Конечно. Нет, есть технологии, когда все это делается и как. Все есть. Но то, что стали уже набрасываться, как мы здесь видели, вот в этом видео, что мы сейчас показывали, когда сначала набросились на одного, вот чуть-чуть раньше отмотайте, это очень неизвестный момент, сейчас многие показывают, но не с самого начала. Вот здесь важно, видите, толпа избивает одного ОМОНовца. И дальше уже, когда подлетели ОМОНовцы, начинают они калашматить этих всех. Но это же пытаются не показать, показывают уже, как избивают ОМОНовца гражданских. Покажут, как избивают гражданских. А на самом деле, вот у меня тоже вчера в Телеграме было видео, где люди, встав в цепку, буквально обратили в бегство милицию. Сначала говорили, что это ОМОН, но потом была съемка уже с близкого расстояния. Видно, что это просто милиционеры. И они сели в бусики и уехали. То есть у людей уже отказывают тормоза. Прошел этап десакрализации власти и правоохранения тех органов. Начался этап их расчеловечивания, когда они не воспринимаются в качестве представителей власти, в качестве законной власти. И люди уже не боятся давать им отпор. Это очень опасная черта, за которой, собственно, мрак гражданской войны, гражданского противостояния. Особенно, когда угрожают близким женам, детям, правоохранителям расправой, убийством. Но понятно, что правоохранители могут на это вести себя только озлобленно. Это прямой путь гражданской войны. И, кстати, ты уже сказал... Конечно, эти правоохранители перед собой не делают для людей, на мирный, немирный. Нет, для них уже все. Планка падает. Кстати, тему брата Лукашенко сегодня еще рассказал. Эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом. Вот эти события... Я не знаю, как они теперь намерены держаться со старшим братом теснее, потому что хотелось бы все-таки, ну, не 156-го обещания, а потом это вечное такое кручу-верчу. Вот от этого бы хотелось отойти. Ну, вот, собственно, это та претензия, которую высказывают люди, выходящие на протест, когда вот в толпе с ними разговариваешь, и они говорят, зачем вы его поддерживаете? Он уже вас опять обманет. Если бы ваш президент поддержал нас, мы бы тут провозгласили... А ты им скажи спокойно, вот кого у вас? Вот я и спрашиваю, вот кого? Кого у вас? Они говорят, ну, у нас есть координационный совет. Я говорю, а кто в этом координационном совете? Почему этот координационный совет должен выражать чаяние всего белорусского народа? Почему в президиуме координационного совета только один представитель от заводчан? Почему, в принципе, в координационном совете есть юристы, политологи, менеджеры, бизнесмены? Почему там нет представителей МАЗа, БелАЗа и так далее? Потому что координационный совет составлялся по принципу идейно-родственных людей, которые объединены... Это даже не идея, это объединены одним наваждением. Вот он должен уйти, и всё. Но кто им сказал, что он должен уйти? Понятно, что люди протестующие разочарованы в избирательной кампании, они не верят в её прозрачности, чистоту, и для этого, конечно, есть основания, потому что очень много свидетельств от членов комиссии, от членов и от наблюдателей о том, что были нарушения, были фальсификации, они не рассматриваются. Если власть почему-то считает не достоинство признавать, что где-то что-то было нарушено. Абсолютно неправильно. Он в Америке пересчёты голосов проводит, и эти пересчёты решают исход выборов. Месяцами. Да, потом суд решает, как в Флориде, да? Нет, согласен на 100%. То есть здесь вот не хватает системе гибкости, разумности, умения слышать. А это, конечно, необходимо. Саша, спасибо тебе большое.